Всем привет, вы на канале The Box, меня зовут Болодя. Ну что, друзья, сегодня я вам расскажу о самых лучших смартфонах компании Xiaomi, которые вообще когда-либо выходили. И вы знаете, некоторые из них, вот, можно сказать, что буквально взорвали рынок, давая пользователям такое, о чем раньше можно было исключительно мечтать. А если досмотрите это видео до конца, то я вас познакомлю с самым крутым и навороченным смартфоном от компании Xiaomi, который вообще когда-либо выходил. А самое главное, что его можно купить прямо сейчас. Так что, давайте не терять время, не зря подписки, если вы еще до сих пор не подписаны. Хотя, честно сказать, это удивительно. Лайк, помчали. А начнем мы с вами с телефона, который, вы знаете, можно сказать, окончательно влюбил пользователей в линейку Redmi Note. И речь пойдет, конечно же, о Redmi Note 4X, потому что за свои 150 долларов этот смартфон давал все, что нужно было пользователю в 2017 году. Вот, начинайте загибать пальцы. Алюминиевый корпус, который сильно выделял смартфон среди пластиковых звонилок. Есть. Хороший IPS-экран с Full HD разрешением и большущим запасом яркости, которого хватало даже для работы на улице. Тут. Сканер отпечатка пальца на задней крышке, который реагировал на прикосновения, ну, можно сказать, что молниеносно. Тоже поставили. Ну, и незабываем о неплохом процессоре с оперативкой до 4 гигабайт, который давали пользователям очень достойную на то время производительность. Да и ко всему смартфон получил, я считаю, вполне неплохую камеру. Сейчас она, конечно, проигрывает даже бюджетникам за 100 долларов, но в 2017 году, я считаю, что качество даже приятно удивляло. И благодаря вот всем вот этим вот плюсам, Note 4X получил такой статус ультимативного бюджетника и гордо носил звание «Топ за свои деньги». Потому что другого такого устройства, которое бы за свою цену удачно совмещало мощность с хорошей автономностью, на тот момент тупо не было. Так что благодаря этому гаджету можно сказать, что суббренд Redmi окончательно завоевал себе эту огромную фанатскую аудиторию. И если вдруг вы хотите узнать об этом смартфоне больше, то обязательно посмотрите вот это вот ретро-видео, где я рассказываю, как я прожил один день с Note 4X в 2021 году. Ну, ясное дело, что Xiaomi на этом не остановилась и уже через год запустила еще одну линейку устройств. И второй раз всех удивило. Потому что китайские инженеры выпустили такой смартфон, который, можно сказать, что перевернул эту всю индустрию. Понимаете? Потому что раньше о таком можно было только мечтать. А говорю я о Pocophone F1, который, вы знаете, буквально разрушил вот эту вот стену между флагманскими устройствами и бюджетниками. Ведь раньше даже никто не думал ставить в устройство за 300 долларов флагманский процессор. А вот Poco взяли и поставили. Мощнейший на то время Snapdragon 845. И таким образом сделали его самым желанным смартфоном для гиков, которым было наплевать на дизайн и камеру, им подавать смартфон максимально мощный. Да, Poco F1 оказался с компромиссами. И вы знаете, я бы даже сказал, что все, кроме процессора, и было тем самым компромиссом. Ведь всю начинку засунули в пластиковый корпус, а фоткать предложили на посредственную камеру. Да и ко всему Poco решили не заморачиваться с NFC, а все из-за ориентирования на индийский рынок, где эта технология не особо-то и популярна. На индийский рынок и на моего оператора Русика, да, Русь? Ему тоже сказали, что в магазине можно телефоном расплатиться. Так он взял его там на кассе и оставил. Но даже учитывая все вот эти вот минусы, все вот эти вот минусы, смартфон получился, я считаю, просто бомбовым. И с этим устройством Poco, можно сказать, что закрепилось на рынке и стало новым, любимым брендом смартфонов для многих пользователей. И вы знаете, даже сейчас, когда Xiaomi уже взвинтила цены на свои флагманы, Poco все еще выпускает бюджетные мощные смартфоны, которые хорошенько так удивляют ценой. Например, не так давно на рынок вышел Poco F3, который, конечно, пускай и не назовешь прямо флагманом, но смартфон очень близок к этому статусу. В первую очередь, благодаря процессору, который по мощности очень близок Snapdragon 888. При этом стоит смартфон гораздо дешевле, чем флагманы Xiaomi. Ко всему у него отличный дисплей, премиальный корпус и даже камеру могу назвать хорошей. И, кстати, сейчас у Poco смартфонов больше, чем когда-либо было. А какой взять, подскажет Е-каталог. Ведь здесь есть очень удобный фильтр по характеристикам, отметив который, вы очень быстро найдете себе нужный смартфон. А комментарий и возможность сравнения позволит быстро определиться с моделью. Не волнуйтесь, ссылка на Е-каталог будет в описании под видео. И, кстати, недавно Е-каталог даже обзавелся отдельным сайтом для Казахстана. Вы знаете, дальше я вам расскажу еще об одном смартфоне, бренда, который удивлял еще сильнее. Ну, а пока мы с вами посмотрим, что же такого крутого делала Xiaomi в своей собственной флагманской линейке. И сперва давайте с вами поговорим о смартфонах, которые, вы знаете, стали, ну, наверное, самыми сильными конкурентами пикселей. И, мало того, породила, можно сказать, их сама Google. Значит так, у компании поисковика есть такая программа под названием Android One, которая позволяет производителям ставить на свои смартфоны голый Android и даже получать самые свежие обновления. Xiaomi решила не проходить мимо такой отличной идеи голову Android и создала линейку Mi A. Ну, мимо чего-то голову всегда сложно пройти. Все же первый, блин, ну, мягко говоря, получился комом. Но вот вторая версия такого устройства, которая вышла уже в 2018 году, стала эталонной. Потому что Mi A. Похвастаться не только чистым Android, но и тонким изящным металлическим корпусом, реально хорошим IPS-дисплеем с диагональю почти в 6 дюймов, неплохой производительностью, а также удивительно долгим временем работы от одного заряда. А удивительный, потому что в смартфоне стоял, ну, я считаю, довольно слабый аккумулятор на 3010 мАч. Ко всему еще много положительных отзывов получила и камера. Ведь Xiaomi решили пересмотреть вот этот вот подход многомодульной системы и вместо зума и ультраширика поставили две, ну, можно сказать, что обычные камеры только с разным разрешением. И включались они поочередно в разных условиях освещения. Например, объектив на 12 мегапикселей использовался для дневных фото, а в условиях плохого освещения активировалась камера на 20 мегапикселей с технологией SuperPixel. Следующий смартфон тоже не был первым в собственной линейке, но, вы знаете, запомнился как самая удачная модель. А говорю я о Mix 3, который был уже полноценным флагманом. И, кстати, продолжал линейку максимально безрамочных устройств. К тому же смартфон выделялся необычным дизайном и дорогими материалами корпуса. Потому что тройка получила керамическую спинку и алюминиевую рамку. А вот AMOLED-экран был без всяких вырезов и челок и занимал аж 93% передней панели. Что, вы знаете, даже сейчас выглядит уж очень круто. Да, друзья, пользователям этого смартфона, казалось, буквально эта картиночка словно лежит в руке. Ко всему фронтальную камеру спрятали в слайдере. И при необходимости пользователь просто сдвигал экран вниз и открывал отсек с камерами. Где кроме 24-мегапиксельного основного модуля стоял еще и сенсор глубины. И все это выходило, конечно же, на флагманском железе. И при этом, я считаю, с довольно-таки вменяемой ценой в 750 долларов. А не за тысячу, как просят Samsung, Apple, а и даже OnePlus. Все же особой популярности линейка Mi Mix не получила. И вот уже три года вообще она не обновляется новыми смартфонами. Но вот фанаты не расстраиваются, потому что уже давно ходят слухи о совершенно потрясающем Mi Mix 4, который должен выйти до конца 2021 года. Вот пришел ты в парикмахерскую, да, показал вот этой вот женщине модную причесочку, как тебе надо подстричь, а она не только подстригла тебя не так, так вообще такое ощущение, что у тебя лишат. Ничего, не расстраивайся. Иди домой и включай мой обзор. У меня обзоров много, поэтому месяц протянешь с удовольствием. Ну, пока волосы отрастут. Ой, не благодари, подписывайся. Все же, вы знаете, вот я считаю, что самым сбалансированным, бескомпромиссным и, можно сказать, что удачным флагманом получился Xiaomi Mi 9T Pro. Ведь он практически ничем не уступал конкурентам, да и пользователям мог предложить более выгодную цену. Да и фишек у него было побольше, чем у всех остальных. Ну, например, у Mi 9T Pro был, я считаю, крутой безрамочный AMOLED-экран. А все благодаря салфи-камере по типу перископа, которая выезжала из верхней грани. К тому же Xiaomi придумали систему безопасности. И если смартфон падал с включенной салфи-камеры, она тут же пряталась обратно в корпус. Там как моя черепаха, царство и небесное. То есть, ты что, кидал ее? Что касается основного блока камер, то это были три модуля с главным на 48 мегапикселей. Второй модуль это был ультраширик, а третий это двукратный оптический зум. Все, как говорится, на месте, никаких цифровых кропов и прочих грустных альтернатив. Очень жаль, что сейчас не все производители флагманов придерживаются этого принципа. И, кстати, в плане видео прошка тоже не уступала всяким там Apple, Samsung и снимала 4K видео вплоть до 60 кадров в секунду. А все благодаря флагманскому на то время Snapdragon 855. К тому же смартфон выделялся под экранным сканером отпечатка пальца и быстрой зарядкой в 27 Вт. Ну и в качестве такого приятного бонуса пользователь получал красивый смартфон. Потому что синие и красные расцветки с узором выглядели, ну, очень красиво. Но вы знаете, в августе и в сентябре 2019 года вот такой вот крутой флагман можно было даже пропустить. Потому что тогда со всех щелей говорили об очередном шедевре от Redden. И скажу вам честно, что так уделывать абсолютно всех своих соперников на рынке не получалось, ну, наверное, ни у кого. Правда, я вот как-то видел на рынке, продавщица рыбы со всеми переругалась, так она покалечится, лещом леща дала. Вот это красиво. Ну да, эффектно. И вы знаете, этот смартфон просто был обречен стать хитом. Потому что такого полного фарша и за такие деньги никогда не существовало в природе. Ведь раньше люди себе даже подумать не могли, что в бюджетник поставят камеру на 64 мегапикселя. Конечно, больше не всегда значит круче. Но вы знаете, вот эти вот маркетинговые циферки все-таки подкупали. Тем более камер всего было аж 4. И сейчас мы, конечно, с вами понимаем, что вот этот макромодуль, сенсор глубины это бесполезные штуки. Но тогда это было просто вау. Как вау было и то, что смартфон получил и спереди, и сзади стекло Corning Gorilla Glass 5, что очень недешево, между прочим. И ко всему Xiaomi наконец-то перестала игнорировать фанатов и добавила в бюджетник NFC. К тому же смартфон получил еще и неплохой процессор, который не только позволял смартфону работать без лагов, но еще и давал геймерам стабильный FPS в играх. Короче, если в 2019 году пользователь выбирал себе какой-нибудь бюджетник, то альтернатив круче Redmi Note 8 Pro просто не было. Поэтому они и расходились, как горячие пирожки. Все же вы знаете, в 2019 году компания Xiaomi удивила всех еще сильнее, поставив рекорд по мегапикселям. В смартфоне, версию которого новую ждут до сих пор. А удивлял своими возможностями Mi Note 10 Pro, который относился к среднебюджетной категории и до статуса флагмана этому смартфону не хватало совсем, знаете, так чуть-чуть. Ведь процессор Snapdragon 730G, пускай, конечно, и обеспечивал замечательную производительность, но до топ уровня все-таки, я считаю, не дотягивал. Да и ко всему смартфон получил дисплей без повышенной герцовки. Но все это компенсировалось в первую очередь ценой, а во вторую очередь фишками, которые и делали этот смартфон очень-очень интересными. Прежде всего, 10-й Note мог похвастаться, ну, наверное, если не самым лучшим, то уж точно самым разнообразным и полным набором камер. И чтобы вы понимали, даже Dexamark тогда поставили этот аппарат на первое место. А все потому, что главной и, как сказать, продающей фишкой смартфона стала 108-мегапиксельная основная камера. Которая при хорошем освещении в режиме съемки на полное разрешение давала невиданный ранее уровень детализации и эффект, кстати, настоящего оптического размытия. Радовало еще наличие отдельного объектива для портретных фото, а также телевика, который позволял снимать удаленные объекты благодаря гибридному десятикратному зону. Вон мой оператор Русик, тогда на радостях всех женщин в доме напротив перефоткал. И все это еще дополнялось ультрашириком и макромодулем, поэтому можно сказать, что у этого смартфона были камеры на все случаи жизни. А дополняла картину, я считаю, что царская батарея емкостью 5260 мАч, которая в сочетании с AMOLED дисплеем позволяла смартфону работать достаточно долго. В общем, аппарат получился действительно интересным и место в нашем топе однозначно заслуживает. Тему 108-мегапикселей мы с вами еще продолжим, а пока давайте заглянем в более скромный диапазон цены. И там мы с вами найдем, пожалуй, лучший ультрабюджетный смартфон. И вот в принципе у Poco M3 есть только один недостаток. Это отсутствие NFC. Или, как говорит мой оператор Русик, недостатков нет, потому что никто по Wi-Fi деньги не украдет. Все остальное, вы знаете, соответствует принципу лучше, чем ожидаешь. Например, ну приятный корпус, у которого задняя крышка стилизована под кожу и отлично, я считаю, скрывает разные пятна, там, повреждения. А также еще большой IPS-экран с Full HD+, разрешением и высокой плотностью пикселей, что далеко не всегда встречается у конкурентов за эту же цену. Да и ко всему смартфон получил еще и стереодинамики, которые вообще редко встретишь в смартфоне за 200 долларов. Все же сильнее всего в этом смартфоне меня удивила батарея объемом 6000 мАч. А, кстати, поддержка быстрой зарядки, которая гарантировала, что бегать в поисках резетки в течение дня вам вообще не придется. Плюс еще смартфон выдает, я считаю, неплохое качество снимков на свою 48-мегапиксельную основную камеру. И, кстати, все их можно еще и сохранить на карту памяти. Так что по итогу у Poco получился отличный бюджетник, и за такие деньги найти что-то получше будет довольно-таки сложно. Ну а если ваш бюджет позволяет потратить и больше, то снова нужно присмотреться к линейке Redmi Note, которая в этом году получила очень интересное обновление. И вы знаете, по сути, Redmi Note 10 Pro позиционируется как такое себе среднее звено между бюджетниками и дорогими смартфонами. Потому что, смотря на характеристики, вот у вас вряд ли получится поставить его в первый или во второй ряд. Например, по экрану вообще не скажешь, что это бюджетник. Ведут вполне себе флагманские характеристики. Реально крутая AMOLED-матрица, поддерживающая технологию HDR и частоту обновления в 120 Гц. Батарея на 5020 мАч, а также еще и быстрая зарядка на 33 Вт, что в итоге дает очень хорошую автономность, даже несмотря на такой прожорливый дисплей. Камера в 108 Мп, конечно, не совершает каких-то там чудес, но при хорошем освещении снимки нельзя назвать плохими. Со своей работой этот модуль справляется хорошо, и большинству пользователей качество нравилось. Да и в игровом плане Note 10 Pro выделяется на фоне конкурентов благодаря 732 Snapdragon. В итоге смартфон может разочаровать только отсутствием полноценной защиты от воды. Ну, давайте это уже называть придирки. В смысле придирки? А как мы с телефоном в душ ходить? Русик, в душ надо ходить мыться, а не разное непотребство снимать. Все же звание лучшего Xiaomi в истории заслуживает один из последних смартфонов компании, который доказал, что китайцы умеют делать не только отличные бюджетники, но и очень крутые флагманы. И если уж создавать вот этого вот конкурента для Samsung и Apple, то нужно это делать именно так, как сделали китайцы. Потому что Xiaomi Mi 11 Ultra это смартфон без компромиссов, от слова совсем. Например, экран здесь это гигантская 2K AMOLED панель со 120 Гц, HDR+, и огромным запасом яркости. А прикрыта вот эта вот вся прелесть самым новым защищенным стеклом Gorilla Glass Victus. А задняя крышка, конечно же, не просто стеклянная, а керамическая. Да и ко всему, возле массивного блога камер есть еще один маленький экран, который позволяет вам вообще забыть о фронталке и покорять, как говорится, соцсети царскими селфи на основной объектив. И камеры, кстати, уничтожают просто всех и вся. Ведь Xiaomi решили не экономить и поставили, можно сказать, лучший набор с основным модулем на 50 Мп, а также телефото и ультрашироким объективом на 48 Мп. Притом съемка, возможно, даже в 8К. Ты слышишь, Русик, 8К. А нам бы начать снимать хотя бы в 4К. Не нужно нам в 4К. На себя посмотри. К тому же процессор Snapdragon 888 наконец-то не ведет себя как печка, не троттлит и позволяет максимально насладиться играми. Притом с таким экраном от игры будет еще и трудно оторваться. И вам даже не придется вообще никак париться о заряде. Ведь смартфон получил довольно-таки большой аккумулятор, да и ко всему поддерживает еще и зарядку в 67 Вт. Притом как проводную, так и беспроводную. Ну, а из приятных таких бонусов могу еще отметить защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а также еще и динамики, созданные в сотрудничестве с Harman Kordon. И вот этот вот список плюсов и преимуществ можно продолжать очень долго. Ведь ультра-версия Mi 11 действительно, можно сказать, что вершина Xiaomi, на которой, кстати, они, впрочем, не собираются останавливаться. И чтобы вы понимали, вот этот вот смартфон смогут делать даже дорогущие Galaxy S21 Ultra и iPhone 12 Pro Max. А как это было, вы сможете посмотреть вот в этих вот видео. И главное помните, все самое интересное в коробке.